Быстрее всех посмотрим, давай! Ты решаришь за Poison? Это цены на обувь и одежду в России. А вот сколько это стоит в Rhythm Store. На Poison ты найдешь оригинальную одежду и обувь в три раза дешевле. А сервис Rhythm Store привезет тебе его за 15-20 дней по самой низкой цене. Нашли дешевле? Напиши менеджеру Rhythm Store и они предложат тебе более выгодные условия. Rhythm Store. Стиль на доступной дистанции. Плохой комик, занимается комедией. Знаете, как называется Никита Щерников, который не поет про генеталии и х... Но... Осуждаю, блядь! Ты че, здоровый, блядь? Нахуй ты это вставляешь? Осуждаю, блядь. Эти слова ужасные, слова, ребят. Не поддерживаю. Кого могло оскорбить, переношу извинения за это, придурка. Второй плохой музыкант, пытается играть песни про вагины. Блядь! Я это видел, да? Да, я думаю... Я видел, да, это... Третий... Не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте. Вот, читай. Большая игра, блядь, ёпт вашу мать. Все хотят мой хайп. Ёпт вашу мать. Я прошу мать. А сейчас я... Это мощная хуйня была. Это мини, ги... Не, и... На... Ларин никогда не был годнотой. Хуйня. А с чего это ты взял? А ты курсы сделаешь о том... Сука, я вас задрачу за эти курсы, блядь. А ты курсы сделаешь, чтобы мы понимали... Ну, ты же разбираешься, кто годнота, кто нет, чтобы ты... Ну, типа, курс о том, как понимать, кто годнота. Угу. Да, сегодняшний персонаж не такой известный, как Ивангай, но от этого не менее интересный. Для тех, кто не знаком с этим олдскульным разоблачителем, я сегодня расскажу крайне интересную историю взлета и падения. Некогда топа российского ютуба. А остальным освежу память и продемонстрирую, что же со старым Ларином было не так. И почему нынешний Ларин от него не сильно отличается. Меня на эту тему натолкнул ролик Ларин против Артема Графа, который, по сути, является... Бля, обожай этот ролик, мы смотрели его, хороший. И Ларина. Сильный ролик. Я ебал тебя в лодыжке. А еще спасибо Мэлшу за то, что подкинул эту идею. Кому напаху перематывать не буду. Скорость, да, да, давайте. Блогеры часто упоминали, что Ларин уже не тот. Взять Ларину, допустим, раньше и Ларину сейчас, это просто... Но я не вижу вот в Ларине Ларина. Опять раздетый, блядь. Да что ж с тобой такое, блядь. Не звучало тупо. Раньше Ларин был другой, но это не так. Блядь, блядь, а сколько уже есть на этот мир? В последние дни я смотрел весь старый контент Ларина. Я не лежу пизду, да, что называется? Бля, вот как он ходит в Таиланде, как он живет? Артем Граф, у него же это... Там без футболки нельзя туристам ходить, кстати. Запрещено. Наверное, там пиздец страдает. Девушка не графа. То есть, если я говорю, что я не ебать жопу, это только на 90%. И сегодня я хочу провести анализ и сравнение с нынешним Ларином как человеком. Давай анализ. Смотрим, не забудьте сварить себе крепкого, чаю принести побольше вкусняшек, ну а мы начинаем. При просмотре Старых... Ну ладно, а ты бы поставил себе ангел, он демон, блядь, чтобы мы поняли. А теперь как мне понять, кто из вас крутой, кто нет, блядь? С Ларина, у меня было ощущение, что этот пласт памяти был просто вырван из моего мозга. Он нихуя не понимает, постоянно в кадре и 100% долбит под хвост. Потому что то, что я увидел... Собака, бля, не понял. Услышал это просто пиздец. Бью по лицу свою девушку, которая подписана на паблик Институт Благородных Девиц. Это рекурсия говноразоблачения. О, бля, молодец. Хороший, хороший. Вот это хороший комментарий. Это рекурсия говноразоблачения. Чел сам того не понимая, стал Ларином как бы в шутку, но на деле нет. Ну да. Ну я вот говорю, я так 50 на 50, я понимаю, что все зарабатывать хотят на хлебушек себе, да? Контентик пилить какой-нибудь из-за разоблачения, но они все одинаковы, вот честно. У меня нет какой-то предвзятости к этому пацану там, крындачу или еще что-то, но для меня лично контент именно разоблачения, если он меня не касается, да, как с Джарахом, допустим, я такой, да, заебись, потому что мне это выгодно говорить. А так, ну, в принципе, для меня это тоже одно и то же, просто реально рекурсия говна. Обо всем по порядку. Ларри начал свою карьеру видеоблогера в далеком 2013 году с такого формата, как чат-рулетка. Хотя там еще скетчи были, по-моему, в 2012, но он их скрыл и достоин внимания из них только этот. Или нет. Ну так вот, чат-рулетка. При их просмотре создавал впечатление, что он довольно странный человек. До скорых встречи. Скоро я приеду в Севастополь и поймаю вас. Захвачу вас. Будете мне рассказывать забавные истории. Бля, осуждаю, что он несет, бля. Правильно будете правильно петь песни. Нигилист, поступающий от тупого стада. Что ты смотришь, бля? Я же читаю, Вась. Есть такая штука, называется чтение. По буквам. Что ты мне это напоминаешь? Чего быть отреченным от каждого человека. Не вливаться в этот стад. О, ма, га. У меня гораздо интереснее быть пастухом. Ну и местами у меня, кажется, склоны вот к таким вот... Я хочу в зародыше. Я познакомилась Я в зародыше. С парнем, который предлагает мне совершить групповой стад. Возьмите с собой хотя бы кота, чтобы, ну, трое было, потому что толпа это от трех человек. Это неинтересно. Сначала его ролики не осмелляют, но вопрос, конечно... Ой, ответ замечательный. Вы набирали даже сейчас на них по 20-30 тысяч просмотров. Однако, как только наш нигилист против системы делает вот эту обложку с полу... Чё там? 30 тысяч просмотров. Бля, там не осуждёнка, надеюсь? Только наш нигилист против системы делает вот эту обложку. Бля, реально странно, блядь. С полуголой обложки. Ну, раньше так делали, типа, даже у Нефёдова был контент, он постоянно полуголых девиц себе ставил на аватарку, потому что почему-то это реально набирало... Это реально кликабельно было, это странная хуйня, но так было реально. Формат набирает по пути. То есть это, скорее всего, просто он... Не потому, что он ёбик, да, а потому что рекомендации так просили, короче. Я не знаю, насколько это давно было. Ну, обратите внимание на то, что наш нигилист не такой уж и нигилист. Полный пиздёж. Ну да, раньше эти тупые байты реально работали, реально работали. Поначалу он использовал максимально по псовые методы по продвижению своего контента. Ну, блядь, ну это так многие делают. Ну, конечно, это трэш, согласен, это неуважение к своему контенту 100%. Блядь, так делали, типа, ты, ну... Аудиторию против которой, по сути, он и выступает. Но это только начало. Камикатзе, иди на ролики про Путина так же делали. Круто, блядь. Ларин выступал против... Путин плохой, да, и женщина какая-нибудь. Круто, блядь, я прям представил, блядь. Комформистов. Блядь, конформисты. То есть против приспособленцев, против серой массы, которые подстраиваются под большинство. Говорит, что я вкладываю смысл в свою татууку, это то же самое, что... Это до сих пор работало, нет, до сих пор не работает. Сейчас работает, а Света Сол распалила киску, блядь. Заниматься насилием. Ну, по сути, пепельница, да, надо называть? Пепельница. Какой, против тупости. Но у них нет творческого мышления, и поэтому они берут и присваивают себе чужой символ. Блядь, что же мне тут? Чужой символ. Мина. Вот таких вот бедомых и глупых людей очень много. И все это так же можно... Я хочу... Я в зародыше. И конформизм. Что может быть банальней, чем строить свой образ на том, что ты против вредных привычек? Я принял твердое решение, что больше я траву не шиплю, драться. Бля, не поддерживаю таким выражением. Ну, в смысле, поддерживаю, получается, да? Ну, короче, вы поняли. Ну, то есть там. В конце недели я улечу, а не в том плане, что... В конце недели я улечу. Ну, как по мне... Что за хуйня? Это откуда? Это... В конце недели я улечу, а не в том плане... Подожди, я не понял. А это откуда? Не шиплю. До конца недели. Ну, то есть там. В конце недели я улечу, а не в том плане, что... В конце недели я улечу. Ну, как по... Да ну нахуй. Главная фишка Ларина была в том, Он остался... Ну чё, да-да, моралфаги, как вам? Много вопросов. Его образ и мрачная атмосфера в роликах создавали интерес к его личности. А, и когда он, ай, как просто отвечал, да, всё, я помню, помню, да. Интеллектуально... Он раздевался, короче, он такой, ты чё, Стас? Ты чё, уёбище? И раздевается, короче, да, я помню этот ролик, интересно. Чело, которое раскидывается словами из Википедии... Известен благодаря таким форматам, как проверка на верность. Дополнительно подкупали таких же школьников, как и я, и заставляли идти за его мнением. Помню, когда я смотрел Ларина, мне было интересно, откуда он берёт деньги на то, чтобы делать контент. Сам Ларин рассказывал у себя в роликах, что он занимался дизайном. Я неплохо, до этого я работал фрилансером, я буду так же прессовывать дизайны. Прессовывать дизайны. Плохой вариант, например, ученики школы контента зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц и более. Это крупнейшая профильная школа дизайна. Ой, да похуй, блядь, да ладно, чё. Моя брик... ...коду... ...чем их актов. Ага. ...код приходит с контента. Бля, хуй, вот такой контент. Если вам интересно, вот такой контент без рекламы хуй снимешь. Вы представляете, сколько бабок-то ему надо? Он рекламы даже не окупил. Я надеюсь, что люди, которые оскорбляли меня, смотрят сейчас этот ролик. И следующим их актом насилия будет изнасиловать свою мамашу. Бля, да, я осуждаю, блядь, бред ебаный несёт. Не слушайте этого мальчика, блядь. Закройте уши, блядь. Вскоре после театра рулетки Ларин создаёт новый формат. Ларин против. А так, да, блядь, сука, сука, там, блядь. О, она не культурная, а она кричит, да? В её речи, в её эмоционировании... Ха-ха-ха, блядь. П-п-п-п... Прочитал, нахуй. На одни маты. Курили, блядь, декадентки, не ебаться, пиздец. Что курили? Я осуждаю, блядь. Очень просто. Дима снимает реакции на различных блогерах, в которых он тупо... Наконец-то. Вообще, если вайнеры однажды разоются на... Ну меня не пердёж, смешал, а как он засидит. Мужчина, да, взрослый, смотри, как пердят. Хотя такой же, блядь. Да, в этой жизни надо что-то пересмотреть, какие-то моменты, блядь. Необходимо будет целое государство, то вот этот звук должен быть их гимном. Хороооош! О! 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 Маааа! Чел пукнул. Если бы ты, блядь, государство было бы... Это, блядь, ваш гимн был бы, вот этот пуг, блядь. Круто. Он просто открывал любой ролик и говорит... Ты урод. Да-да-да-да-да-да-да. Блядь, ну по факту, по факту. Про это, а надо про это. Ты лох. Первая популярность. А знаете, кто ещё так шутил? Стин. Фарманд пришла после разоблачения Нефёдова. Они одинаково. Умственные. Осуждаю, блядь, блядь. Ну, конечно, запикали слово, но всё равно я осуждаю вот так вот выражаться. Рассказывал вот в этом ролике. Далее Нефёдов совершает главную ошибку. Он отвечает на это разоблачение. Если бы вы знали, что моя жена получает такие алименты, что она может даже не работать. И даёт хайпа нашему сегодняшнему персоналу. Нихуя, круто. Круто. И весь будущий контент Ларина, по сути, строился на том, что он байтил людей на то, чтобы они ему ответили. И благодаря этому он буквально выс... У тебя то же самое, братан. Вот, блядь, ну ничего против этого пацанчика не имею. У него, кстати, контент, что-то в нём есть, 100%. Вот я вот какой в третий ролик у него смотрю. Что-то он умеет вот эту атмосферу создавать. Ну, блядь, ну хватит этой хуйнёй заниматься, блядь. Ты же так тоже, с Ивангаем-то как было. Сделал про него ролик, он ответил. Всё, сразу побежал ответку. Слышь, ты, козёл. Да, блядь, это нормальная тема для таких контентов. Это классика, блядь. Понимаешь, это так все делают, блядь. Я так делал, все так делают, блядь. А курс есть, как делать? Ну, у тебя есть? Ты бы сделал курс о том, как делать, чтобы я понимал. Брал себе их аудиторию. Хейт, это двойродный брат хайпа. Людям вообще нравится хейт. Поэтому злой Ларин им нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Добрый. Ну, по факту, если объективно сейчас глянуть на контент, который делал Ларин, то в большинстве случаев он просто обсирал людей. Очень комедия, ребят, посмотрите фактом в глаза. Это клоунада. Зачем уподобляться таким применением? Блин, это вообще, блин, вы чё, блин, чё смотрите-то, блядь. Круто, блядь. Как вайнеры. И я докажу вам, мрази, что вы недостойны существования. Он, конечно, это назвал критикой, но критика это сложно назвать. Он просто повествует о том, как Ларин поднял... Ну да, тоже верно. Ну, как будто он, знаете, с претензией небольшой говорит, поэтому... Впоследствии на него выпустили разоблачение. Ну, типа, я говорю о том, что это норм... Хотя, да, он же тоже не имел в виду, что это плохо. Ладно, я понял. Магия, которые доказали это следующим образом. Да, морды наглые, погнали. Привет, Ютуб, с вами Ларин. И сегодня я хочу сделать необычную точную вещь, я хочу запустить тег. Обычно такие люди и становятся п***лыми. Это лишь короткие... Блядь, осужда... Блядь. Но, по сути, они доказали, что любую претензию Ларина можно отзеркалить в него же. Зачем уподобляться таким примитивным существом, как вайнеры? После этого Ларин снял ответку Немагии, в которой он предъявил он тоже, снова же, за дебильный контент, по его мнению. Я не верю, что я смотрю это дерьмо и вообще, что у кого-то пришло в голову это снять. И в то время аудитория все равно оставалась... Блин, это высший сорт говна, блин, это... Посмотрите на это говно. Это высший сорт говна. Понял Ларина, потому что аргументов Немагии не хватило. Это такое говно, блин. Будем делать проще контент, будем кривляться, обезьянничать. Но, начало происходить следующее. Своих обзорах... Я обезьянничаю, и чё. Хованский вот часто упоминал то, что у Хованского уродский юмор. Хованский больше всех заслуживает критику в русском ютубе, безусловно. Я об этом уже много говорил и много это делал. Как у многих других. В общем, он часто говорил про шутки, про сетапы панчлайна, про стендап в принципе. И потом он организовывает свой стендап. И вот те, кто не шарит, как вы думаете, что... Да, бля, я это... Я уже это 50 раз миллион, бля. Ну, хотя, да, без экскурса так не ведешь тему, но, бля, сука... Произошло, из-за чего он потерял почти всю свою фан-базу. И если с вашим билетом всё в порядке, сканер издавал такой звук. Если же с билетом была беда, то сканер говорил... А когда проходил у сранку с... Руслан Усачев? Ха, заикается. Сканер сказал... Пам-пам! Сюда, блядь. Сысло комедийного какого-то элемента не больше, чем в Вайнах. Стендап был просто пиздец каким-нибудь смешным. Человек, который всё это время критиковал других за чувство юмора, оказывается, не умеет шутить. Нихуя тебе. И тут для меня, как для человека, который смотрел Ларина почти с самого начала, это было сильным разочарованием в своём бывшем кумире. И, ладно, против... КУМИРИН! Ларин не выступал, окей, он обосрался на стендапе, потом организовал ещё стендап, на котором он опять обосрался. У него голова как луна, круглая, вот такая. И это как бы помогает, компенсирует. А сейчас, когда он на свободе, бритый, его голова выглядит очень канонично, как колобок, он как будто уголовник. Ну, поняли, типа, колобок там, уголовник. У него шутка хорошая была, помню, на стендапе. Я ходил в Казани, помню, давным-давно. И там была шутка очень хорошая про МММ. Забыл там что-то. Типа, мне спрашивали, участвовал ли я в тройничке. Но, типа, да, участвовал. Не, не помню, как там. Но, типа, это был не МЖМ или МЖ... МЖ... Не ЖМЖ, а типа МММ и трахнул всех мавроди. Чё-то вот так вот это звучало. Прикольная шутка, реально такая. Потом организовал самый худший стендап-соджер. Очень смешно, спасибо, ребят. В котором, ну, происходил просто пиздец. Спасибо. Я готов дать телефон мамы. Ты? Ну, давай. Алло. Наталья Николаевна, здравствуйте. А, это Баян? Да не, по-моему, это его авторская шутка, вроде бы. Или это Спижин откуда-то? Да, ты чё? Я по поводу Лизы. Бля, это вообще жёстко. Это он звонил, блядь. Просто телефон, ну, рандом, рандомиса взял, блядь. Дело в том, что она в экологическом отделении. Прикиньте. Что? Передоз. Это с***. Бля, ужас вообще, в реке мамке позвонил. Он звонил мамке девочке и сдал. Из интернета просто шутка, блядь. А тогда я помню, услышал такое, да, неплохо, блядь. И до конца топил то, что она в диспансере, даже когда у той чуть ли не случилась истерика. Ну, и как бы это вписывалось в образ Ларина. Может быть, это было тогда смешно, но... Ну, да. Это пиздец. Да ладно, не морализируй, братан. Да ладно. АААААА! Хватит морализировать! ААААА! Блядь, да ладно, похуй, чел. Да похуй, блядь. Да забей хуй, блядь. Да похуй, блядь. Стендапить не пошло. Ларина начинает заниматься. Просто забей хуй, ладно. Да ладно, забей хуй, блядь. Музыка. Это было лет 50 назад. Всем похуй тогда было. Да забей, блядь. Блядь, забей потан. Он даже выпускает, наверное, единственную нормальную работу в своей жизни. Дисна Соболева. Сколько? Сколько, эй! Мазда плачет. Но все его остальные работы было сложно, в принципе, понять, потому что Нихуя не понял, вообще неинтересно Без субтитров, ну, нельзя было понять, что он читал Морал фража, сопля зеленая, да-да-да Нагло штампует грязь, ой-ой, мозги в коме Вот этот текст как будто написал нейросеть, а Стас просто озвучил Там нет нормальных строчек, там нихуя непонятно, он еще картавит, плохо произносит, сведено, пиздец, короче, это какая-то мешанин И потом, конечно же, происходит батл Джарахова с Ларином на Версусе Ой, блядь, перепутал кнопки Да, блядь Как вы думаете, что могло произойти? Конечно же, он обосрался, ну, как бы, раунд А я был на том батле, ха-ха, блядь, прям там сзади стоял, сзади в жопе Бездарничный человек, не умеющий ничего, нащупал формат, который у него стрельнет Я сам тот еще сексист В котором он выставлял себя рыцарем на белом коне, а в итоге оказалось, что он нихуя вообще, в принципе, не смыслит в том, о чем он говорит Задать единственный вопрос, который важен в этот миг, а не гейлия За кого болел? За Ларина Я такой, Ларин, блядь Ты не за кого просто пиво надулся, стоял, смотрел Как шарить за картинку, но, честно говоря, я посмотрел его старые клипы И да, там, ну, неплохая картинка, потому что камера неплохая У него часто прослеживалось Ну, Стас, если честно, неплохо, я, видите, там, остался не ссылайся, потому что они враги просто смертельные Ну, просто это, Стас очень правильно подметил, что на солнечном, с ND-фильтром, да, каким-нибудь, на солнечном свету Все, что угодно можно снять красиво, как бы, иметь там стабилизатор Большая проблема съемок, это свет, надо хорошо охуенно свет ставить Это реально умение отдельное То есть, как бы, на крутые клипы нанимай световиков несколько человек, которые, бля, охуенно тебе свет расставят А ты попробуй вот так вот в помещении темном расставь свет так, чтобы картинка сочно смотрелась Вот это, блядь, это отдельная хуйня О, по монтажу, по съемке, особенно сейчас, ну, вот что это, скажите мне, пожалуйста Посмотрите О, бля, нихуя, блядь Сидит Посмотрите Это не я делаю Ну, это реально немножко странно звучало, блядь Ходит, блядь, да, это оригинальный монтаж Это пиздец После рэпа Ларин ударился, типа, в продакшены и снял абсолютно ужаснейшие короткометражки Такая вещь случился почти сразу после начала движения по Невскому проспекту Температура воздуха упала до 5 градусов, мать его, Цельсия И самое дикое, что в последний раз такая майская хурма происходила в 1943 году В год прорыва немецко-фашистской блокады Ленинграда Хорош Я хорош Сейчас же вот у него есть такая привычка, когда он... Да, ебать того род, вот это время было, блядь Занимается, он особенно обращает на это внимание Вот, например, как он смотрел интервью у Собчака Взяли кусок, где я стою максимально плохо по композиции и максимально... Ха-ха-ха-ха Сфокус По уродски совершенно Ну, это я, это я, ну, вот, блядь Если что, это я, блядь Вот что мне не покажи, я сразу начну Ставили камеру, вот, вторую Там, где они более-менее настроились, нормально Бежение в динамике быстро не сообразить не могут, конечно Ну, тут здесь минус там Ну, да, 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 не самая важная Три ларин, настоящая фамилия Уткин 35 лет, 2 миллиона подписчиков Выжил в авиакатастрофе Канале Один из главных русскоязычников Я грустный Я ебан Ха-ха-ха-ха Да, немного грустный Ага Блюдать такой рефлексии блогеров моего детства Он как будто умер и смотрит ролик о себе по телеку В госзакупке в качестве поставщика Чё-то там мутит Ты чё, ты ебан? Бля, кстати, да, вот этот момент тоже интересный Я же тоже повёлся, блядь Когда он сказал, что он чё-то, помните, мы смотрели ролик Ларина И он сказал про госзакупки И что-то он там мутит Я не обратил внимания на скринкаст, который слева был И подумал, что он реально, типа Что он реально, типа, госзакупки у него какие-то были Что они отсутствуют Алё, нахуй, ты чё? Да, я этого сам не увидел Это реально, я такой, блядь Я потом это увидел, такой Реально, нахуй, меня в заблуждение ввёл Он снимает страницу Но я, конечно, сам видал вашу невнимательную Ну, блядь, бред Ролики Мне кажется, Ларин снимает красивую картинку Забыла о самом главном О содержании И вот так его Опа И субтитры Шаришь Каждый способен И, ладно, это только одна из проблем Самая главная проблема Ларина Это двуличие По сути, весь старый образ Ларина О, пошёл, поехал Никто не знал, может он гений юмора Может он действительно критик великий Который разбирается во всём, о чём он говорит Но как только мы получили ответы на свои вопросы Как только мы узнали действительно, что он умеет, а что нет Ты чел, ты кто такой? Ты же рэп не умеешь читать Ты в курсе, что ты никуда не годишься, блядь Все нормальные пацаны рэп читать ты не умеешь на счёт Ну и одна проблема Вторая проблема Это лицемерие Всегда, когда он снимал против кого-то ролики Это были только личные мотивы Например, что интересно Сидели как-то три лицемера Один слил телефон второго Второй крыл хуями первого Когда у него были проблемы с полеменцами Неплохо, неплохо Соколовский, Руслан Я и в этом подкасте об этом скажу Слил мой номер телефона Я даже телефон не мог забрать Бро, но я на тебя не обижаюсь, бро Ты же мой бро У нас были какие-то разногласия Но сейчас-то всё нормально, блядь А вот Даня Кашин псих ебаный Ему человек не понравился Он с ним не общается больше Ха-ха, где все? Ты же придурок, блядь Так вот надо вот как он сидеть, бро Я знаю, ты мне не нравишься, но Как хорошо, что мы сегодня вместе, блядь Вот так вот надо себя А третий перестал общаться С Хованским из-за сотрудничества с властями А брать деньги от государства за рекламу Это норм? А почему нет? С точки зрения общения с ним Тебя это не смущает? Да я с ним не общаюсь То есть смущает после этого Ну да Но при этом спокойно общается с Оглевым Который в своё время выполнял курс заказа И это уже подтверждённый факт А он прям с ним общается? Мне кажется, они пока лабились и хуй друг друга забили, разве нет? Блядь! Да они не общаются нихуя, бро, ты чё, бро Бро, ты чё, забей хуй, бро Да забей хуй, это же хуйня Нет, что отличает Соблева от Хованского? Ответ очень прост Общий враг А если точнее, то Стас Оооо, май гад! Ты пойман за руку, как дешёвка Ты лжец, подлец Ненавижная пизда Это отдельный персонаж Тут, конечно, важно, что он как на Ларина, так и на Соблева Своё время снял разоблачения, в которых он... Охуенный, блядь, лучшее время в интернете Я вам серьёзно, это было круто, бро Бро, бро, бро Проблема, правда, в том, что аудитория хавала и верила тому, что говорит Дима Насколько бы антинаучным и контрлогичным Давайте, давайте эту самую политику у него заберём, чтобы наконец-то прикольные эти... Ну ладно, я не говорю, я не буду обесценивать его труд, который он сейчас делает, да, но это политика Я хочу, чтобы поржать, чтобы я включал такой И он такой, ща, я вам, ну, разоблачение на этого, я такой, да, охуенно, блядь Вот это круто Раскрыв, в том числе, Соблева в сотрудничестве с властями Ларин и Коля не смогли вывести его напор и просто сгруппировались, поливая его говном на подкастах Я не хочу говорить, типа, не смотрите туда, смотрите сюда, как Стас, блядь Оооо Да он заебал, потому что, блядь А что он тебя заебал? Он стукачит Заебёт коня родишь, понял? Просто не очень стабилен, не очень стабилен, и это по нему видно Он как и безумевший орёт на людей Мне не нравится, Стас, как просто Реакция на топлисы имба... Вот мне не нравилось Вот что, что мне, вот честно, не моё, короче, вот эти реакции на топлисы Мне вообще похуй, что он там... Там была одна, по-моему... Что он, типа, пропагандировал, чтобы его ролики показывали учителя детям в школе И в этих роликах он рекламировал алкашку, блядь, вот это... Ха-ха-ха! Ну вот это, конечно... Но перестал вроде так делать Но вот эти разборы, где он ошибся, мне вообще душно, я не могу... Я и так, блядь, не особо научного контента, а тут ещё... Он ошибся маникулярно-угулярно... Ты такой, ой, блядь, да а ну в пизду, блядь! Всё, даже личную обиду Соболева на Ларина из-за того, что он подкатывал к его бывшей Каталу подкатывал к Полине, ты помнишь, блядь, всё ты помнишь, что ты из... Кто подкатывал? Подожди, кто? Варина из-за того, что он подкатывал к его бывшей Кат... Аааааа! Что? Я вообще не... Подкатывал к Полине, ты помнишь, блядь... Которая с Поперечного типа щасов, к ней подкатывал, блядь... Помнишь, что ты изображаешь со старика? Врать не буду! Шишка дымилась! как это... Блядь, чел! Ладно, не буду, хотел рассказать... Ну ладно, не буду, наверное Чё, был... Не буду. Но, снова же, у нас здесь трио лицемеров. С кочками все работают. Да, думаю, да. И чё, и почему ты отказался? Потому что я тебя люблю, Ксюша. Мурена такая, знаешь, злая. Разница в отрывках всего пара месяцев. И понять итоговое мнение Ларина невозможно. Он всегда был лицемерным, он всегда был вулечен... Шишка дымилась, блядь. Можно было понять, человек, который выступал против курения, курит, человек, который выступал против котиков за здоровый образ жизни. Да нет, там неинтересная история, практически Ларина не касается вообще. И это никакие не инсайды. Да там неинтересно, нахуй мне это рассказывать. Когда в Таиланде был, был на концерте от Джи Будда. Короче, там была девчонка, я её не знал, если что. И она мне угостила, ну, сигаретой, короче. Мы сидим, курим. И она такая ни с того ни с сего поворачивается на меня такая. А там прям в клубе курить можно, типа. И она такая, а ты знаешь Ларина? Я такой, да. Она такая, а ты знал, что... Я говорю, а ты, ну, ты сейчас не будешь рассказывать про ваши любовные похождения какие-то. Я говорю, может, ну, типа ограничишь меня от этого, я уж точно... Ну, мне это не нужно. Она такая... И дальше вперёд смотрел, он не общался. Вот это единственное чё, я подумал, нахуй мне это рассказывать ни к чему. Ты, блядь, котики. И даже набил себе... Ну, он такой мужчина, ловелас, походу, блядь. Ловелас, блядь. Ну, запрещу. Бабник, бабник, блядь. Просто, пиздец, как можно додуматься до этого? Ты буквально поставил на себе клей мочево. И, ладно, он ещё и отмазывается от этого. А сейчас я сижу на мини-гитане. И, блядь, прямая цитата, цитата, стаса, ай, как сложно. Я принял твёрдое решение, что больше... Да, блядь, да хватит это вставлять, блядь. Шиплю до конца недели. То есть, там... До конца недели, бля, охуенно. Бля, бросаю. Вот в эту неделю я точно не буду курить жёстко, бля. Убля, пиздец. Я уличу, говорит, от уровень бог. Бля, охуенно, сука. Проебал историю интересную, вы серьёзную? Просто, пиздец, как можно додуматься до этого? Ты буквально поставил на себе клей мочево. И, ладно. Бля, всегда был лицемерным. А, всё, понял. Бля, ребят, давайте перемотаем. Мне интересно, реально. Вот под конец хорошо пошло. Что-то из информации, которую я не знаю. Подкатывал, подкатывал к Полине, ты помнишь? Да, вот это, да. Ты помнишь, что ты изображаешь? Шишка дымилась. Шишка дымилась. Когда тот ещё был с ней в отношении. Но, снова же. У нас здесь три улицемера. Почками всё работают. Да, думаю, да. И чё, я почему ты отказался? Потому что я тебя люблю, Ксюш. Что работает, блядь, у лицемеров? Почками всё работают. Ой, почками работает, что? И чё, я почему ты отказался? Почему отказался? Потому что я люблю тебя. Потому что я тебя люблю, Ксюш. Потому что я люблю тебя. Она такая, знаешь, злая Разница отрывков всего пара месяцев И понять итоговое мнение Ларина невозможно Он всегда был лицемерным, он всегда был вуличным Но всегда невозможно было понять Человек, который выступал... Вот так вот и думайте головой, блядь Курец, человек, который выступал против котиков Знаем, как... Знаем мы, какая, да, у него шишка дымилась, блядь Во-во, блядь Сука, чат разъёмывает всё, и хорошо, блядь Бля, охуевать, это лучше за сегодня, бля, пока что Набил себе здесь... Шишка, говорит, дымилась, блядь А-а-а-а, блядь А-а-а-а, блядь Ну, запрещенки Просто... Бля, он не разъебал, и хорошо Как можно додуматься до этого Ты буквально поставил на себе клеймо, чувак И, ладно, он ещё и отмазывается от этого А сейчас я сижу на мини-гитане И... Прямая цитата, цитата Стаса, ай, как сложно Я принял твёрдое решение, что... В эту неделю не курю, блядь Я траву не шиплю до конца недели До конца недели, блядь Даже не неделю, а до конца, видимо, где-то в середине сказал Круто, блядь То есть там, в конце недели я улечу Бля, пиздец, конспирация... В конце недели я улечу, блядь Ох, что-то на уровне банга, блядь Ну, может, он из контекста вырвал Это максимально смешно звучит, пиздец Круто Фишка в том, что Ларин построил себе образ, который он не смог вывести Псевдоинтеллектуалы, которые, оказывается, ничего не понимают о том, что он сам и говорил Он даже вбрасывал какие-то термин по нейрохирургии, который оказалось ему подкинул вообще левый чел И там выяснилось множество всего интересного про Диму Он говорил много про наутики, хотя сам сидит... Не-не-не, не выяснилось, не-не-не. ...и других маркет с подобным действием. Сценарий для видео-топ-заблуждения о мозге я писал под диктовку. И это было забавно, потому что всё, что он говорил, было абсолютным бредом, который сочинил я. Что-то мне всё-таки это напоминает. Каша, иди пробердись. Что очень смешно. Артём Граф практически полностью спиздев образ Ларина. По сути, проебался там же, где и Ларин. Из-за чего он и потерял в своё время довольно много недикий авторитет. Да у него с кукухой проблемы, блядь. Ну, у Графа, я имею в виду. Ну, с кукухой у человека проблемы, блядь. Он же сейчас медийный труп, да, когда у Артёма Графа ещё есть шансы вполне себе. Он всё ещё медийный и молодой. Он ещё так молод. Сейчас Ларин снимает абсолютно какие-то ёбнутые истории. То есть, ну, это невозможно смотреть. Я пытался, это невозможно. Это привет сумасшедшего. То есть, например, представь, что ты начинающий блогер с такими цифрами. Допустим. И я легенда. Ой, легенда. А ты, вот у которого 10 тысяч за судя. Ебать, ты чё, у меня украл? Это сейчас Ларин у меня украл задрачивание, если вам интересно, самого себя, блядь. Дима, только я так могу делать. Это моё авторское, блядь, отношение к себе же, блядь. Это я, это, ну, ты так не делай больше. Задрачивает он себя сидит. Хи, можно денежки с работы скажет. Ты что, дулак? И это первый момент. А второй, ответ на самый главный вопрос. Почему же Ларин никогда не был годнотой? А всё дело в том, что... Тогда почему, я не понял. Он никогда и ничего не создавал. Всё, чем был Ларин, это человек, который просто обсирает других людей, вообще не разбираясь в вопросах, о которых он говорит. Я не знал, блядь, чел, я не знал, реально, блядь. Реально, что ли? Дали результаты того, что он делал в тех стезях, за которых... Реально, ребят, так реально было? ...других. Даже выпуская сейчас Ларин против, по факту он уже очень сильно устарел. Последний Ларин против смотреть невозможно. Это кринж какой-то, ебаный. Столько сомнений. Не, ну есть моменты, да, да, да. Цыганский бог и жена первая. Красавец. Боже мой. Блядь. Да, это сильная хуйня. Что это, блядь? О, ребят, сейчас смайлмод поставим. У меня там эти боты пришли, сейчас их перебанят. Модеры поставите, да, смайлмод? ...старый чел, которому вообще впадло, по-моему, выдавать какой-то контент. И перебанят тебе дураков вот этих ботов всех. Я не понимаю, зачем он до сих пор снимает. Может, ему интересно делать этот бред. Хуй знает. Сейчас чат лагать будет просто. Это только в минусы реп работает. А по факту, что тогда он все делал для охватов и использовал попсовые методы, строя себя нигили... ...и работал на шер... Чипать их тут, блядь, поднабежала, сука. ...возрителя. Что сейчас, по факту, происходит то же самое. Это лицемерный человек, который преследует личные мотивы и, по факту, не давший ничего в медиаполе. Сейчас его старый контент смотреть невозможно, блядь, тогда уровень предъяв, конечно, вообще был на уровне. Андрей просто взял и присвоил себе чужой мем. Кайс. Понятно. О, это реально было кошмарно, это было ужасно. Что тогда еще было интересно? Ну ты же смотрел, бро, и я смотрел, ты смотрел. Ну, блядь, значит, нормально было же, да, на то время? Ну да, хуйня. Оказал. Ну ты, слушай, ты бы еще на телеканал Телесемь бы выпустил разоблачение и сказал, ну я вот в детстве смотрел, было круто. А сейчас я понимаю, это же, там уже вообще тупая хуйня. Ну, блядь, ну да, на то время смотрелось прикольно для меня пиздюка. Сейчас нет. Пиздил женщин на камеру. Э, бля. Бля, осуждаю. Я не поддерж... Не поддерживаю это. Бля, я осуждаю, это невероятно. А, ребят, не смотрите, отвернитесь, блядь. Если подытоживать, на мой взгляд, Ларин крайне неприятный человек, крайне непонятный человек. И, как мне кажется, вся карьера Ларина, это сплошное совпадение случайных событий и самой обычной удачи. Ну, это правда, да, да, да. Блядь, те, кто ждали от нового, Ларин против... Как и у многих, блядь. Как и у меня, например. Как и у всех. Смешнявый, какого-то раз... Блядь, ну короче. Ну, я понял мысль, да, нормально. Хуй вообще ролик, я ждал пиздец рофлов, дохуя. Это невозможно, потому что этот формат был всегда как... О-о-о-о, не оправ... О-о-о-о-о-о-о! Под конец ролика мою реакцию вставил. Ожидание Данила не оправдал? Все нахуй, не котируем. Ребят, отменяем Ларина, потому что ожидание Данила не оправдал. В итоге так работает, что то, что было раньше, нам представляет... Но мне нравится, что на меня ссылаются, как на авторитета, блядь. Да иначе, а если пересмотреть сейчас, то... Немножко кринжанул, капельку кринжанул. Надо скорее вот так. Вот так вот, немножко закемарил от кринжа. Чуть-чуть. Это все унылая хуйня. Некоторые скелеты лучше не откапывать. Но если вы не хотите быть таким же, как Ларин, обязательно вступайте в мой клуб. О-о-о, поехали! Я вам курсы продам. Как не надо, как надо. Учу вас как правильно двигаться в медиа. Ссылочка. Как двигаться, блядь. Саня, у нас... Вот так вот, блядь. Ну ладно, не буду, пошло будет слишком. Короче, да, понятно, блядь. Больше ста участников, ограничения в 500 участников. Так что успейте туда залететь. Ограничения. Это у тебя ограничения по жизни, блядь.